Экспозиция из полностью функционирующих новинок прямиком из Германии. Мастер-классы и обучающие программы. Экспертов одной из крупнейших в Европе компаний-производителя сантехнического оборудования. На базе профтехлицея номер 5 минувшую субботу был открыт новый учебный класс, где будущие слесари-сантехники будут обучаться обслуживанию одной из самых востребованных на этот момент в Европе и набирающей популярность у нас сантехнической продукции. По словам главы учебного заведения, Благодаря новым навыкам выпускники лицея могут стать более востребованными на рынке труда. Последний выпуск сантехнических изделий мы обучаем к этому. Как правильно восстанавливать, как надо пользоваться, как надо правильно переменять это все. Вот это по новой программе обучаем. Сейчас в данный момент группу выпускаем в пределах 12-13 человек. Но это, если взять за год, в пределах 100-120 человек мы можем обучать детей. Интерактивный режим обучения. Демонстрационные стенды и наглядные пособия делают восприятие материала максимально живым и увлекательным. Студентов обеспечивают фирменными инструментами и спецодеждой. В новом тренировочном центре их будут знакомить со всеми видами монтажа сантехнического оборудования разной степени сложности. В странах Центральной Азии это первый подобный учебный центр германской компании, но уже далеко не первый кыргызско-германский совместный проект. Это внедрение независимой сертификации, это внедрение валидации. Независимая сертификация – это когда оценку выпускников зданий, это выпускные экзамены, принимает абсолютно независимая комиссия, состоящая только из числа работодателей. То есть работники учебного заведения в этом не участвуют, но тем самым гарантируется объективная, качественная оценка знаний. Валидация внедряется при поддержке GIZ. Это когда знания на рынке труда, вот у нас много трудовых мигрантов возвращаются, у них есть практический навык. Где-то они получили неформально, но у них есть возможность прийти, сдать экзамен, подтвердить свои квалификации и получить документ государственного образца об их профессии. Совместный проект с германским правительством GIZ. По словам чрезвычайного и полномочного посла Федеративной республики Германия в Кыргызстане, Моники Иверсен, именно профессиональное образование играет важную роль для экономического развития любой страны. По ее словам, расширение таким образом отношений двух стран закладывает еще большие взаимовыгодные возможности для Кыргызстана и Германии в будущем. Экономическое сотрудничество между Кыргызстаном и Германией развивается очень хорошо, но могу сказать, что имеется и большой потенциал для работы в будущем. В Бишкеке и Токмаке успешно работают два германских предприятия. Кроме того, есть ряд проектов, как, например, этот. И я считаю их весьма полезными и успешными, потому что эти компании находят здесь не только рынок сбыта, но вместе с продукцией приходят технологии, приходят сотрудничества, сотрудничества, направленные на профессиональное образование молодого поколения. Закладывается фундамент для нашего сотрудничества в области экономики в будущем. Совместного производства может пока и немного, но все это очень важные шаги на благо совместной работы в экономической отрасли. В системе профтехобразования Кыргызстана сейчас имеется около 100 учебных заведений, в которых обучается 30 тысяч учащихся. Кроме выпускников школ, в них проходят переподготовку и люди с высшим образованием, не сумевшие найти работу по специальности. По словам преподавателей, по окончании обучения почти все они успешно трудоустраиваются. Бот Исайф Александр Симонов, НТС.